Ирина Владимировна, Алексей Михайлович. С небольших статистических данных, население Нижегородской области составляет около 3 миллионов 300 тысяч человек. Около 100 тысяч человек, то есть это 3% состоит на учете с наличием онкологических заболеваний. Заболеваемость у нас выше, чем в среднем по Российской Федерации, составляет около 512 на 100 тысяч населения. И с каждым годом заболеваемость у нас увеличивается приблизительно на 3-4%. Целевые показатели, которые поставлены региональным проектом борьбы с онкологическими заболеваниями перед онкологической службой Нижегородской области, конечно, грандиозны. И те показатели, которые мы должны достигнуть к 2024 году, они снижают смертность до 173,9 на 100 тысяч населения, пятилетнюю выживаемость увеличить до 60%. Доля злокачественных новообразований, выявленных на первой и второй стадии, должна у нас составить 63% и одногодичная летальность 17,3%. Показатели колоссальные. Каким образом достигать этих показателей в программе у нас все прописано, но, тем не менее, диспансерное наблюдение за пациентами с онкологическими заболеваниями, а также за пациентами с предраповыми заболеваниями играет колоссальную роль. Все мы слышим доклады, и я восхищаюсь докладами по скрининговым программам, по ранней выявляемости, по диспансеризации, по специализированному лечению, по мастер-классам из хирургических, операционных, а также по радиологическим тоже много. А вот диспансерному наблюдению онкологических больных, ну, немножечко этот вопрос, наверное, у нас не так активно и не так хорошо освещается. Но, тем не менее, когда мы начали организовывать этот вопрос, перед нами встали несколько проблем организационного характера. Это разные информационные системы в медицинских организациях Межгородской области. То есть, если пациент обращается в одну метр-организацию, его невозможно оследить в другой метр-организации. Это децентрализация, оказание специализированной помощи онкобольным. У нас в области 34 медицинские организации оказывают специализированную помощь онкологическим пациентам. И отследить пациента и поставить его на диспансерное наблюдение достаточно сложно. Если он пролечился в одной метр-организации и ушел по месту жительства, где должен встать на учет. До 2019 года была проблема. Это отсутствие выделенного тарифа и объемов посещений к онкологу для медицинских организаций. Было только подышевое финансирование, но с 2019 года эта проблема решена. И невозможно было отследить ни по реестрам счетов, ни по данным территориального фонда страховых и медицинских организаций, сколько же все-таки посещений к онкологу было выполнено в первичный онкологический кабинет и в медицинскую организацию по Нижегородской области. Но также я хотела бы отметить, что одной из проблем остается это слабое информирование населения, в том числе онкологических больных и диспансерного наблюдения страховыми медорганизациями и контроль территориального фонда. Мы привыкли, что страховые медорганизации приходят к нам, проверяют историю болезни, снимают с нас определенные финансы. Но в правилах организации обязательного медицинского страхования чутко есть то, что страховые медорганизации должны информировать население, в том числе и по диспансерному наблюдению. И это информирование должно быть индивидуальным. Всех пациентов, которые были у меня на приеме, либо у нас в онкодиспансере, я пыталась спрашивать, была ли бы такая информация, информации от страховых медорганизаций не поступало. В Нижегородской области существует приказ, который рекламентирует правила организации онкологической помощи. Этот документ у нас достаточно живой, мы его корректируем несколько раз в год. И в соответствии с этим приказом онкологические пациенты проходят диспансерное наблюдение после окончания специализированного лечения в первый год в поликлинике, в условиях поликлиники онкологического диспансера. Со второго года пациенты диспансерное наблюдение проходит у врача-онколога первичного онкологического кабинета либо Центра амбулаторной онкологической помощи. Центр амбулаторной онкологической помощи у нас пока создан один, В этом году планируется организовать 4. Почему первый год мы оставили этих пациентов в поликлинике онкодиспансера? Ну, потому что все мы знаем, что это пациенты, которые подлежат пожизненному наблюдению, и все-таки поликлиник онкодиспансера носит такой, в том числе, обучающий характер. То есть пациенты учатся ходить к врачу-онкологу и наблюдаться регулярно. И второй момент. Мы проанализировали данные своего ракового регистра, и увидели, что все-таки какие-то проблемы в плане прогрессирования, рецидивирования у пациентов в основном возникают на первом-втором году после проведенного лечения. Далее у нас существует также приказ Министерства здравоохранения Нижегородской области об организации раннего выявления злокачественных на образование, алгоритм медиспансерного учета и наблюдения, в соответствии с которым работают все наши первичные онкологические кабинеты, медицинские организации. Общее количество больных, которые состоят у нас на учете, онкологических, чуть больше 100 тысяч. Ранее я говорила, что у нас есть децентрализация, оказание специализированной помощи. Также есть проблемы с информатизацией, с медицинскими информационными системами. Поэтому нами два с половиной года назад было принято решение, что вся база онкологических больных и все первичные онкологические кабинеты, все медицинские организации должны работать в консервисторе, счастье с этой единой программой. Она у нас синхронизирована, то есть она установлена в каждом первичном онкологическом кабинете, в каждой медицинской организации, установлена в поликлинике онкодиспансера и в отделе ракового регистра онкодиспансера. Все медорганизации видят свою часть и часть своих пациентов, а раковый регистр онкодиспансера видит полностью всю базу ракового регистра. Значит, какая работа происходит? Первичная документация на каждого пациента – это извещение, выписки, протоколы на запущенный случай, талон, дополнение контрольной карты, контрольная карта, подпись свидетельства о смерти, список пациентов с предраковыми заболеваниями, доброкачественными опухолями. Каждая медицинская организация погружается в эту информационную систему, отправляется в отдел ракового регистра онкодиспансера. Если информация в достаточном количестве, заполнена качественно, то она склассовывается специалистами и уходит в общую базу. Если информация требует доработки, то она отправляется на место, там она дорабатывается и заново отправляется на согласование. Раковый регистр у нас – это живая система, она работает в онлайн-режиме, обязательно с обратной связью, и как бы все медицинские организации, все плоти у нас привыкли работать в таком режиме. Это был первый этап, это синхронизация работы ракового регистра во всех медорганизациях. И второй этап – это интеграция региональной медицинской информационной системы, в которой у нас работает 75% медицинских организаций, также онкодиспансер с канцер-регистром. Какая информация из региональной медицинской информационной системы попадает в раковый регистр? Это полностью все случаи обращения пациентов с амбулаторной помощью, это информация по умершим пациентам от всех причин, и информация по госпитализации пациентов со злокачественными новообразованиями. Эта информация автоматически попадает в канцер-регистр. Специалисты, которые находятся на рабочем месте в отделе ракового регистра онкодиспансера, постоянно находятся на связи, либо в онлайн-режиме контактируют со специалистами на местах, и таким образом эта информация корректируется ежедневно. И получается. Из программы ракового регистра есть выгрузка подиспансерного наблюдения, то есть для каждой медорганизации ежемесячно выгружается перечень пациентов, те, которые запланированы на диспансерное наблюдение, и мы можем выгрузить информацию, кто фактически пришел на диспансерное наблюдение в этом месяце. Это анализируется ежемесячно, составляется график в разрезе медорганизаций. Этот график представляется медицинским организациям и руководителям медицинских организаций, главным врачам, а также в Минздрав Нижегородской области. И если мы видим, что плановые и фактические показатели, ну так скажем, не совпадают, либо достаточно сильно различаются, то тогда проводится работа непосредственно индивидуальной с той или иной медицинской организацией. И если посмотреть на динамику состояния с 2018 года, то выполнение плановых показателей по диспансерному наблюдению на 80% и выше, конечно же, стало лучше. 35% — это выполнение плановых показателей, на 30% — 80% — это выполнение плановых показателей меньше, чем на 30%, 26,3% — это все-таки показатель тоже достаточно высокий, несмотря на проводимую нами работу. Далее. Программа «Канцерегистер-6С» позволяет учитывать пациентов с предопухолевой патологией. Это такая сложная тема, которую мы начали прорабатывать в прошлом году. И от очень многих онкологов мы слышим, что да, мы должны привлекать и гастроэнтерологов, и коллапрактологов, и гинекологов. Но, коллеги, у нас существует 135-й ПЕКАС, клиническая группа 1Б, к которой относятся больные с предопухолевыми заболеваниями. И эти пациенты должны состоять на учете в первичном онкологическом кабинете. И эти пациенты должны иметь контрольную карту диспансерного наблюдения. Поэтому мы пошли по пути, что эти пациенты должны заноситься тоже в общую базу ракового регистра и наблюдаться в первичном онкологическом кабинете. В настоящее время у нас состоит на учете чуть больше 9 тысяч пациентов. В 2019 году поставлено большое количество, но в связи с пандемией, которая у нас случилась за 5 месяцев, показатели, конечно, у нас достаточно низкие. Но, тем не менее, мы эту работу продолжаем. 37 предраковых заболеваний пришли у нас на качественном образовании. Мы стали анализировать все эти случаи. Конечно, это первая-вторая стадия, но 17 пациентов, то есть это чуть менее половины, были недообследованы изначально. Конечно же, мы составляли чек-листы, работали с медицинскими организациями индивидуально и выясняли причины по недообследованию данных пациентов. В конце каждого месяца отделом ракового регистра составляется такая система мониторинга КПА Медицинской организации Межгородской области. Эта информация предоставляется всем руководителям медицинских организаций, а также Минздрав Межгородской области. То есть если выполнение плановых показателей 80% и выше, это зеленая зона, значит, что эта медорганизация все выполнена за данный месяц. Если 38% желтая зона, уже нужно смотреть и принимать какие-то меры. И выполнение плановых показателей менее чем на 30% в красная зона необходимым экстренным мероприятиям. Ну, я показала динамику диспансерного наблюдения плана и факта за последние два с половиной года. Тем не менее, мы видим, что есть проблемы, и есть все равно неполное диспансерное наблюдение за онкологическими пациентами. Какие проблемы? Проблемы, наверное, характерны для всей Российской Федерации, но вот послушав Сахалин, то, что у них нет кадрового дефицита, я очень за них порадовалась. У нас кадровый дефицит есть. Врачи-онкологов, рентгенологов, эндоскопистов, рентген-лаборантов, то есть это основная категория медицинских специалистов, которые необходимы для диагностики, а также для диспансерного наблюдения онкологических пациентов. Дефицит врачей-онкологов у нас составляет около 100 человек. Больше 50% врачей-онкологов у нас работают по совместительству. На четверть, на половину ставки, то есть это тоже определенные сложности. Транспортная доступность. У нас область достаточно вытянута, поэтому до онкодиспансера от самой северной точки области необходимо доехать за 283 километра, это 4 часа на транспорте, от самой южной точки это 222 километра. И хоть мы прописали в нашем приказе, что первый год диспансерного наблюдения в онкодиспансере, но нужно понимать, что для пациентов онкологических это недостаточно удобно. Дальше устаревшие, вышедшие из строя оборудование, ну и неполный контроль за больными с предраковой патологией недообследования. Ну и вот отдельно, наверное, я выделю такую проблематику, это несоответствие кратности диспансерного наблюдения в клинических рекомендациях и приказа 915-Н. В 915-Н нет разделения на локализации, то есть четко указано, что первый год раз в 3 месяца, второй год раз в 6 месяцев, третий год раз в год. По клиническим рекомендациям, любую локализацию возьми, везде все по-разному. Ну вот я приведу пример от яичника, обследование пациента каждые 12-16 недель в течение первых двух лет, каждые 6 месяцев в последующем. Достаточно сложно здесь принять решение, еще у нас есть страховые и медицинские организации, достаточно сложно предугадать, чем они будут руководствоваться, поэтому здесь должна быть, по нашему мнению, какая-то унификация. Ну и учитывая те проблематики, те проблемы, которые у нас сохраняются, и все-таки недостаточный уровень, который хотелось бы диспансерного наблюдения за онкологическими больными, нами было принято решение по созданию межрайонных онкологических центров, то есть это укрупнение, потому что, ну понятно, что не в каждый первичный онкологический кабинет мы можем посадить полноценного онколога. Не каждую маленькую медицинскую организацию мы можем оснастить каким-то оборудованием. Нами было принято решение по организации межрайонных онкоотделений, но наступила программа, и у нас уже был готов план по развитию центров амбулаторно-онкологической помощи. В Нижегородской области запланирована организация 12 центров амбулаторно-онкологической помощи, все они запланированы быть организованы в области. В городе мы не создаем, потому что считаем все-таки, что функционал САОПа – это в первую очередь доступность для пациентов, которые находятся на достаточно далеком удалении от города Нижнего Новгорода. В 2019 году мы создали, организовали один САОП, в этом году у нас запланировано 4, и в дальнейшем по два, по одному САОПу. Если посмотреть на карту Нижегородской области, темно-зеленым показаны метр организаций, на базе которых мы запланировали организацию центров амбулаторно-онкологической помощи. К ним прикреплены медицинские организации небольшие, и численность населения прикрепленного где-то в пределах максимально 200 тысяч населения. Ну, конечно же, здесь просчитана вся транспортная доступность и удобство приезда пациентов в эти медицинские организации. Центры амбулаторно-онкологической помощи организовываются на базе крупных многопрофильных центральных районных больниц. Ну и повторюсь, наверное, что основные цели задачи САОПов – это повышение доступности, соблюдение сроков обследования, начало лечения, и одним из пунктов является диспансерное наблюдение состоящих на учете пациентов. Также проведение химиотерапии условий дневного стационара, мониторинг лечения при возникновении побочных реакций на фоне противоопухолевой терапии. Мы из регионального бюджета запланировали переоснащение планируемых центров амбулаторно-онкологической помощи, перечень оборудования во все ЦАОПы, он приблизительно одинаковый, ну, вернее, не приблизительно одинаковый, это маму, брофузиаппарат, микроскоп, видеогастроскоп, видеоколоноскоп. Еще раз повторюсь, что это из регионального бюджета. Ну и в том году мы открыли один ЦАОП, это на базе Павловской ЦРБ, прикрепленные четыре небольшие медицинские организации, численно собслуживаемое население 198 тысяч, практически 200 тысяч. Результаты работы мы уже пытаемся отслеживать, они достаточно позитивные и положительные, но вмешалась, еще раз повторюсь, у нас пандемия, поэтому немножечко медицинские организации у нас закрывались на карантин, приходилось в оперативном режиме переписывать маршрутизацию онкологических пациентов, все это у нас было, но мы с этим справились и сейчас справляемся. Ну и немножечко по условиям в КОВИД, как мы работали, как мы диспансерное наблюдение тоже пациентам оказывали. Первичные пациенты, пациенты с подозрением на онкозаболевание у нас принимались очно. Все пациенты с установленным диагнозом, а те, которые проходят диспансерное наблюдение или находятся в процессе лечения, ну, например, возникал вопрос по смене химии терапии или еще какой-то вопрос, у нас консультировались в формате «Врач-врач» с использованием региональной медицинской системы телемедицинских консультаций. Мы провели за март-май, за три месяца, чуть более чем 2000 телеконсультаций. Также мы внедрили консультации в формате «Пациент-врач», потому что было достаточно напряженное время, и пациенты, когда не могли попасть ни в онкодиспансер, ни в медицинские организации, естественно, обращались в полцентр. И мы открыли запись через портал госуслуги на консультацию «Пациент-врач» с использованием видеоконференц-связи и провели более 3000 онлайн-консультаций. Это сняло определенную напряженность населения и онкологических пациентов. Ну и раковый регистр у нас начал вести и заносить в базу пациентов онкологических с COVID. Сейчас у нас в базе уже 296 пациентов, 254 пациента со злокачественным образованием, 42 пациента с предраковой патологией. Будем анализировать и смотреть, что у нас случится, каким образом наши пациенты переживут эту пандемию. И заканчивая свой доклад, актуализирую немножечко и перспективы наши, и то, над чем мы работаем. Все-таки диспансерное наблюдение, нужно вносить изменения, наверное, и унифицировать 915-й клино-рекомендации. На 2020 год сформирована заявка на обучение 25 врачей у нас для организации работы в Центрах амбулаторно-онкологической помощи. В этом году мы открываем 4 ЦАОПа. Несмотря на пандемию, на базе Семеновской ЦРБ открытие у нас будет в конце июля. На базе Арзамаска ЦГБ – это август, и еще 2 ЦАОПа – это будет ноябрь месяц. Острым вопросом у нас стоит интеграция сетевой информационно-аналитической системы канцер-регистра ЧСС с региональной медицинской информационной системой, создание единой интеграционной шины для всех медицинских информационных систем. Эта работа у нас ведется достаточно плотно с нашим МИАЦом, с нашими здравыми. Я думаю, что в этом году мы ее к концу года реализуем. Но продолжаем наполнять и анализировать базу предраковой патологии и активное все-таки индивидуальное информирование онкопациентов по диспансерному наблюдению, с страховыми медицинскими организациями и контрольной фонды. Мы со страховыми также работаем плотно сейчас и с территориальным фондом, и разработали план мероприятий в том числе по оповещению онкопациентов, поэтому это должно дать свои результаты. Спасибо за внимание. Продолжение следует...